Всем привет! И сегодня мне бы хотелось представить вашему вниманию вот такую вот косу, прическу с плетением именно вот таких вот кос. На самом деле прическа очень-очень простая и легка в исполнении. И если вы заинтересованы, как делать такую косу, то оставайтесь на связи и желаю вам приятного просмотра. Итак, я уже предварительно заплела одну косу, разделила вот здесь у нас пробор таким асимметричным способом, немножечко по диагонали пыталась, ну в общем он не сильно у меня получился по диагонали, но все же. Просто я пыталась этим самым свести наш пробор именно вот в эту сторону, то есть чтобы косы у нас как бы выходили сбоку, не сзади по прямой, да, а именно сбоку, чтобы они у нас висели. Итак, вот так вот это все дело выглядит. Вот, и теперь мы начинаем таким же абсолютно способом плести вторую косу, то есть французскую. Итак, вот примерно то, что у нас получается. Я заплела здесь также французскую косу, не знаю как это смотрится сейчас сзади, так как плела без зеркала. Вот так примерно это все выглядит. Две обыкновенные французские косы, которые сходятся именно сбоку, с одной стороны. Теперь же, что я начинаю делать? Изюминка наших кос, так скажем, это будет лента, просто совсем обыкновенная лента, в которую мы свяжем наши косы. А именно, мы сопоставляем наши косы, вот как они у нас здесь идут, вот так вот мы их и сопоставляем, никак, то есть не перекручиваем. Вот, и вы можете решить, с какой длины пойдет ваша лента. То есть, например, или вы хотите, чтобы ваша ленточка шла отсюда, или, может быть, даже начинать это все вот отсюда делать. Я же, так как лента у меня не очень длинная, надеюсь, мне ее хватит, я же буду это делать все, ну, скажем, вот примерно отсюда, то есть где уже начинаются наши косички. Итак, я начинаю вставлять, то есть смотрите, на ленточку я приделала, на два конца булавочки, чтобы нам легче было вставлять ленту в косы. И я таким вот способом начинаю продевать нашу ленту в одну косу и в другую. И зигзагом таким пошли, вот так вот вставлять ленту в косы, как шнурки, как мы всегда вставляем шнурки в наши ботинки. Итак. Итак, после того, как вы закончили вставлять вашу ленту в косы, то вы просто можете закрепить этой же лентой, смотря сколько кончиков у вас осталось, какой длины ваши косички. Я это делаю по-быстрому, вот так завязала и все. Вот, в принципе, на этом и все. Вот такая вот интересная коса у нас получается, в принципе, очень простая, но наши аксессуары, наша лента добавляет какой-то изюминки в эту прическу. Вот так вот. Я надеюсь, вам понравилась эта коса, и некоторые повторят это, я буду этому очень рада. Всем большое спасибо за внимание, всем пока!